Спасательные службы работают. Обстановка спокойная. Таково резюме от Александра Цибульского, временно исполняющий обязанности губернатора, с воздуха оценил положение дел на самых проблемных участках Северной Двины. Заторами справляются и ледоколы, и взрывотехники. Все увидел мой коллега Артемий Заварзин. 30 километров от Архангельская деревня Черный Яр. Здесь одно из самых затороопасных мест Двины. Это обусловлено поворотом русла и мелями. У Черного Свояроспасателям удалось ослабить лед на линии длиной почти в километр. Изначально рассчитывали справиться силами ледоколов, но все же пришлось взрывать. Если мы не вскроем эту пробку и не подготовим дальше устья реки для того, чтобы принять основной ледоход, значит, будем иметь подтопление, чего бы, конечно, не хотелось. Не хочется этого и Александру Цибульскому, потому временно исполняющий обязанности губернатора лично решает оценить все риски. Перед облетом самых проблемных участков на Двине – составление маршрута. Дальше возвращаемся к Двине и двигаемся в Кривое Орлицы. Как раз на участке Кривое Орлицы затор до последнего времени сохранялся. А на сегодня все, как принято говорить, превентивные работы проведены. Лед взрывали на Лае, на двух участках реки Пинега, а также в Холмогорском и Приморском районах. Сейчас делается все, чтобы освободить русло Двины и встретить основной ледоход. Его голова уже в Виноградовском районе у Рочигды. Работой ледоколов Росбурпорта, капитан Чадаев, капитан Евдокимов очищаются рукава. Это Никольский, Маймаксанский, вот это основной сброс идет. Ну и, естественно, Корабельный и Мурманский. Уровни воды на реках области сейчас опустились до среднемноголетних значений. Тем не менее, во всех 12 зонах, подвергнутых риску подтопления, развернуты пункты временного размещения граждан. Создан запас продуктов, топлива и медикаментов на заречных территориях. Ситуация абсолютно контролируемая. Все работы ведутся в соответствии с графиком. МЧС доложила о полной готовности всех сил и средств к любой ситуации, если будут отклонения. На сегодняшний день мы видим, что ситуация складывается благоприятно, и мы не прогнозируем сейчас никаких рисков, связанных с ледоходом или паводками. В Архангельске ледоход готовимся встречать не ранее 25 апреля. Артемий Заварзин, Регион 29.